Брестское котельное хозяйство ежегодно обеспечивает теплом и горячей водой тысячи домов. Дело это хлопотное. И чтобы процесс подачи тепла и воды в осенне-зимний период проходил бесперебойно, летом необходимо провести большой фронт профилактических работ. Иногда приходится устранять мелкие прорывы, а бывает, что приходится менять трубы локально. Если уж за дело берутся профи, то делается это не одноразово, а на годы. По традиции ежегодно в межотопительный период наше предприятие занимается подготовкой к отопительному сезону. Это целый комплекс организационно-технических мероприятий, направленный на качественное и бесперебойное снабжение тепловой энергии потребителей на нужды отопления, а также на нужды ГВС. В себя подготовка к отопительному сезону включает подготовка теплоисточников. Это котельные, их у нас 29 штук. На них проводятся профилактические работы, техническое обслуживание, предупредительные ремонты, а также проводятся испытания. В программу подготовки к отопительному сезону также входит обслуживание распределительной инфраструктуры. Это центральные тепловые пункты. По ним также проведены у нас испытания, проведены технические обслуживания. На сегодняшний день у нас 117 тепловых пунктов на балансе. Они также у нас готовы к отопительному сезону. Ну и, конечно, важным звеном этой цепочки являются тепловые сети. Сегодня на балансе Брестского котельного хозяйства находится свыше 300 километров тепловых сетей, которые были подвергнуты испытаниям. В рамках подготовки к отопительному сезону в некоторых районах города Бреста проходила реконструкция тех сетей, которые уже отработали свой нормативный срок. Если срок годности старых сетей был 15 лет, то новые прослужат около 30. С новой теплотрассы получается меньше теплопотерь. И вода меньше отставает. Для потребителя доходит более горячая вода. Теплотрассы были заменены по адресу Дубровская, 19, Смирнова, по всей улице Смирнова, Пионерская, Поплавского. Шум работающей техники, строительная пыль и отключение горячей воды, где производила замена тепловой сети, неудобств Брещанам не доставляло. Скорее наоборот. Ведь это значит, что после масштабных работ будут грандиозные изменения. Нас роют, роют, все роют, роют. Я не знаю почему. Я, допустим, человек некапризный. Мне это безразлично. Мне как-то, вы знаете, ну надо, значит надо. Уже трубы плохие. Я тоже была председателем от кооператива. Потом я передал этот дом в ЖКХ. Ну, короче говоря, в общем, ничего страшного нет. Просто люди избалованные, верещат, пищат, кричат и все. Надо, значит надо. Вот я так считаю. Но есть и те, кто не представляют свою жизнь без горячей воды. Очень неудобно, когда отключается на длительный срок. Вода горячая. Ну, как бы, с тремя детьми слишком неудобно. Так как у нас в общежитии очень много многодетных семей, то, как бы, некомфортно. В холодной воде не помоешь детей. Сегодня качественная отопительная система – залог безопасности во время зимних морозов. Это хорошо понимают работники Брестского котельного хозяйства. Потому еще в 2022 году в Бресте ввели пятую по счету котельную, которая работает на местных видах топлива. Сегодня с помощью нее можно обогреть порядка полусотни девятиэтажных многоквартирных домов. Данный объект уникален тем, что он работает на местных видах топлива, топливная щепа. Здесь установлены современные котлы белорусского производства, полностью автоматизированные. То есть в смену здесь находится один человек, который управляет тремя котлами. Здесь полностью компьютерное управление, погодозависимая автоматика, который отслеживает как погоду, так же и реагирует на изменения сети. То есть когда повышается потребление горячей воды, тоже котельная увеличивает свою мощность. И так же эта котельная соответствует самым последним строгим экологическим требованиям. То есть они оснащены еще рукавными фильтрами, которые минимизируют выбросы в атмосферу взвешенных сборных частиц. Сегодня в летний период на данном объекте работает один котел, но с приходом осенне-зимнего периода все три будут задействованы на полную мощность. Для надежного обеспечения теплоснабжения производится заготовка топлива, потому что так как наше предприятие также является топливо-снабжающей организацией, у нас сформированы запасы дров, брикета, щипы. На склады закуплены комплектующие материалы для производства аварийных работ в отопительный период. Также с персоналом проведены учения по устранению аварийных ситуаций. Конец августа Брестское котельное хозяйство находится на финишной прямой по подготовке к отопительному сезону. Все источники подачи тепла получили паспорта готовности. Заменено уже порядка девяти километров тепловых сетей. Работы на других объектах подходят к завершающей стадии. Отопительный сезон Брест встретит во всей готовности. Редактор субтитров А.Семкин